Всем привет! Наступила зима в Петербурге, немножко заблаговременно, у нас уже очень холодно, прям совсем холодно. И мы, честно говоря, не хотели выпускать этот новостной выпуск, но вдруг, на днях, буквально совсем, Соня нас свалилась с огромной, очень важной новостью. В Нью-Йорке прошла презентация новой камеры, о ней мы сегодня вам и расскажем. Помимо нее, вы также узнаете про новый объектив от Сигмы, про встречу неконистов в Петербурге с крутыми фотографами, немножко будет насладненького с Костей Дзю, и еще всякое по мелочам, но начнем с новостей нашего проекта. Поехали! Итак, не так давно у нас прошел стрим с художником-постановщиком фильма «Салют». Мы два часа очень круто, продуктивно и интересно разговаривали. Там есть все про то, как делались декорации к этому фильму. Если вы ходили на фильм и вам понравилось, поверьте, это то, что вы должны обязательно посмотреть. Если вы свадебщик или просто относитесь хоть как-то к свадебной индустрии, неважно, вы фотограф, ведущий, видеооператор, вдруг вы декоратор или кто-то еще, обязательно посмотрите стрим с Нигинским, Сережей. Будет интересно любому человеку, который находится в свадебной индустрии, потому что Сережа делится мнением со стороны о том, что на данный момент произошло с индустрией, разбирает портфолио фотографов и говорит, что в них хорошо, а что плохо взглядом со стороны. Мне кажется, что это очень важно. Мы общались безумные три часа, многие были довольны, подавляющее большинство. Спасибо вам за вашу поддержку. Было здорово. Соответственно, если вдруг вы хотите у Сережи поучиться, мы тут же оперативно запустили проверку, интересно ли вам поучиться у Сережи, и у нас на странице на сайте Амладми появилась мастерская. Можно оставить заявку, денег пока заплатить нельзя, но если вдруг заявок будет много, мы с радостью стартанем эту мастерскую, и Сережа будет учить вас в течение месяца всему, что знает с точки зрения портфолио и тому, как можно обновить его за один сезон. Также, я уже говорил, но мы очень хотим перевезти Колю Бондарева в Петербург в ноябре, и если, опять же, наберется достаточное количество участников в течение ближайших двух недель, то мы все-таки будем привозить его, потому что это стоит нам 100 тысяч денег. Если вдруг участников будет мало, ну, видимо, придется остаться без лекций, но мне бы, конечно, было безумно интересно послушать его мысли, его размышления, посмотреть на его навыки. Уникальная, практически, возможность и познакомиться, и пообщаться, и вопросы задать. Поэтому, если вам интересно, ссылочка на практику с Колей, которая придет в ноябре в онлайне, естественно, в описании. Также у нас на канале вышел урок по новым фишкам в DaVinci, вторая часть. Родион рассказывает про все калористические функции, что работает, что не работает. Плюс будут еще ролики, там тоже есть идея заглянуть к нему на мастерскую, если вы хотите, потому что можно очень быстро прокачаться по цветокоррекции. Плюс практически готов ролик с презентацией Ронина. Вот я дописал текст, мы его сегодня запишем, он выйдет, скорее всего, в понедельник или около того. Ну и есть еще у нас курсы от Иры по монтажу. Им уже год, и вы, наверное, их видели, но если вдруг вы их не видели, посмотрите. Один про основы монтажа, принципы, про приемы, про принципы, про логику и так далее. Очень хороший курс, который полезен всем, кто монтирует во всем, чем угодно, даже на телефоне. И второй курс больше, ну не больше, а совсем про премьер, про основы, про то, как его установить, открыть, поставить. И там есть тоже прикольные всякие нюансы, даже для тех, кто уже давно монтирует. Но в основном он, конечно, рассчитан для новичков и совсем нулей. И вдруг, новость неожиданная, к чему я вдруг прийти курсы? Потому что выходит скоро обновление, и если вдруг вы смотрели эти курсы, то у нас в системе вы записаны как человек, который заинтересовался этим. И вам будут приходить пару-тройку закрытых бесплатных уроков перед тем, как выйдет первый, аллилуйя, платный курс от Иры, где она будет рассказывать про то, как можно увеличить скорость монтажа в премьере. Опять же, там принципы, приемы, лайфхаки, как можно обмануть программу, как настроить прокси, вот это все. Ждите анонсов в ближайшее время, мне кажется, что будет интересно. И есть еще одна ремарочка, много новостей от нашего проекта сегодня, от нашего продюсера. Цитата. Еще на стримах вы вечно просите звать операторов, режиков, но не свадебных, не молодых, не старых, не хипстерских, не выпендрежных, не черных, не белых, без кепки, в кепки, бородатых, не бородатых, и чтоб сказали, где свет стоял, и про деньги. Короче, если вы такие умные, то, пожалуйста, скидывайте свои варианты, если у вас есть возможность, и желательно скидывайте реально крутых людей, соответственно, мы постараемся их позвать в эту студию, взять у них интервью, или развести, плохое слово, убедить, провести какую-нибудь бесплатную открытую лекцию для вас. Ну что ж, наконец-то можно переходить к новостям индустрии, аллилуйя. Итак, как вы уже догадались, Sony анонсировала новую полнокадровую беззеркалку A7R Mark III. Ну, в общем, все понятно, это просто A7R третье поколение. Итак, разбираемся в обещаниях от производителя, и что же там внутри появилось. Предыдущая модель Sony A7R II была не то, чтобы прям совсем плохой камерой, но они ее улучшили, они оставили точно такой же корпус, увеличили скорость серийной съемки до 10 кадров в секунду при работающем автофокусе, и это с механическим затвором. И плюс есть еще Silent Shutter, который практически беззвучный, он, соответственно, опускает скорострельность до 8. Но это такое 8 шуршащих кадров в секунду, которые вы, естественно, никогда не услышите, что тоже очень круто. С поправкой на то, что, например, в сравнении с их предыдущей камерой A9, там этот Silent Shutter работал с их новомодной памятью, встроенной в матрицу. Здесь, судя по всему, этого нет, потому что у них там где-то в ролике есть такая маленькая приписочка, что если вы снимаете Silent Shutter, то возможно искажение объектов, которые двигаются вдоль оси. Ну, то есть это цифровой затвор, причем, видимо, считывание с затвора идет такое же построчное. Ну, в общем, если вдруг вы не дикую природу, которая убегает от вас, снимаете с бесшумным затвором, а еще-еще стоит и не знает, что вы есть, то вполне себе можно использовать. Что еще? Как я уже сказал, эта штука снимает достаточно быстро, и, соответственно, если вы хотите забить буфер, то вам нужно будет снять 76 джипегов или 28 несжатых равок, причем 14-битных, но это прям очень хорошо. То есть около 3 секунд беспрерывной съемки мы получаем. Я знаю, что на A9 была довольно большая проблема с тем, чтобы освободить буфер. Интересно, как быстро буферы будут освобождаться здесь, потому что они вроде как сказали, что это будет обновленный процессор Beyond X, и он будет обрабатывать снимки в 1,8 раз быстрее, чем прошлая модель. Как это сравнится с A9, тоже не очень понятно. Очень хочется дождаться какого-нибудь адекватного образца или хотя бы обзора в интернете. Еще из новенького есть полнокадровая матрица. Она примерно такая же, то есть это те же 42 мегапикселя, при этом, ну, там что-то как будто бы какая-то просветляющее покрытие на матрице с какими-то беззазорными линзами, что это позволяет что-то там больше света получать. Ну, возможно. Ну, чисто диоретически, конечно, возможно. Естественно, рабочий диапазон ISO, ну, прям рабочий, они утверждают от 100 до 32 тысяч, что, ну, в общем, довольно амбициозно. Соответственно, ну, скорее всего, она не переплюнет никуда A7S2, но в темноте можно будет легко поснимать. Еще одна важная штука, которая Sony профилирует в своих роликах и пресс-материалах, это то, что у них, ну, вроде как, самая эффективная стабилизация на полнокадровой камере в мире. Вот мне, конечно, интересно, как она сравнится с GH5, потому что у GH5, ну, прям очень крутая стабилизация. Ну, видите, что они здесь делают? Самая эффективная полнокадровая стабилизация. Ну, интересно. Говорят, что она позволяет вам увеличить, выиграть пять с половиной экспо-ступеней, если вдруг вы снимаете в темноте. Это, в общем, довольно дохрена, если вдруг переводить на русский язык нужно для вас. Сейчас двигается матрица, поэтому будет работать даже с обычными нестабилизированными объективами. И на основе этой же системы они добавили такую штуку, которая называется Pixel Shift. Вы наверняка, ну, или часть из вас наверняка знает про то, что такое проблема дебайеризации, потому что если мы говорим о цифровых матрицах, то на самом деле часть людей в курсе, часть нет. Если у вас, ну, 12-мегапиксельная камера, то на самом деле, на самом деле она снимает 4-мегапиксельные кадры и потом интерполирует их, растягивает. Соответственно, если у вас 36-мегапиксельная камера, то у вас 12-мегапиксельная камера. Ну, в общем, так все проблемы. Естественно, за это цифровые камеры в начале эпохи цифровой говорили, что пленка, вот, там все нормально, а у вас тут, типа, картинка делится на 3, идите нафиг. Это действительно большая проблема, она известна многим. На данный момент практически никак не решается, но вот тут есть такое, которое уже есть у некоторых других производителей. Кажется, у Pentax, у кого-то еще, могу ошибаться. Суть в том, что камера вместо одной картинки, которая сбивает, соответственно, RG и B каналы, делает 4 картинки каждый раз со смещением. Причем матрица сама смещается, вам ничего не нужно делать. Вы, как бы, кнопочку нажимаете, она делает 4 кадра. Причем, как бы, там, в течение секунды, грубо говоря, у вас внутри камеры все само склеивается. Пока не очень понятно, что вы получаете, RAW или JPEG, или, ну, типа, какой результат финальный получается. Однако стало известно, что, там, примерно посчитали, что эквивалентная картинка получается вот до сшития. 169 мегапикселей. Ну, опять же, маркетинг, там, уловки, реклама, вся херня, но сама идея, как обойти проблему деборизации вот таким образом, она крутая. Естественно, это ни в коем случае не поможет вам в какой-то спортивной съемке или вообще в хоть какой-то съемке, где камера не на штативе. Однако, если вдруг вы хотите снять, ну, самую крутую в мире архитектуру, или хотите поставить на шире где-нибудь в Эрмитаже что-нибудь, и снять все возможные фрески, картины, и все, что там есть, и получить самый крутой цвет даже в темных условиях, и получить самую крутую детализацию, то это равно то, что нужно, потому что, ну, в общем, проблемы дебайера не будет. Главное, чтобы в кадре ничего не двигалось. Или это может быть также интересно людям, которые, например, переснимают какие-нибудь живописные вещи. Ну, во-первых, потому что 42 мегапикселя достаточно дофига, чтобы получить хорошее разрешение. А во-вторых, ну, как бы, это плюс еще некий такой маленький бонус сверху для того, чтобы использовать именно эту камеру для съемок подобного плана. Ну, в общем, Sony Bravo полнокадровая камера с такой штукой. Это реально круто. Мои низкие поклоны. Нужно ли это для простых смертных? Ну, скорее всего, нет, как мне кажется. Ну, и вот этой вот хитрости маркетинговой 169 мегапикселей, мне кажется, немножко избыточной. Пара слов про автофокус. Он частично перекочевал с А9. Если там было примерно овер до хера точек, здесь их около 400. Они покрывают, конечно, не весь-весь-весь кадр. Но и вы не спортивный фотограф, скорее всего. Достаточно плотное кольцо прямо в середине. Немножко по краям он не захватывает, но для любых портретов этого на 99% этого хватит. Важная и очень-очень-очень-очень важная для портретных фотографов штука это фокусировка по глазу. Вы нажимаете такую волшебную кнопочку, и фотоаппарат цепляется за глаз сам и не отпускает его. Даже если вдруг человек немножко опустил голову, закрыл глаз, с некоторыми очками работает. Это охренительно. Я тестил это на младших моделях, где эта функция также присутствует, но она не такая цепкая. И если верить всему, что есть в видосе, то, блин, ребята, это очень круто. И теперь, даже снимая на какую-нибудь там F1-4, вы будете всегда попадать в резкость. А в резкости будут что? Правильно глаза. Это очень круто. Теперь про видео. Я знаю, что многих вас интересует видео. Естественно, будет снимать видео 4К, ну, как бы не новость. Это будет полный ридаут с матрицы, то есть прям попиксельное считывание. Естественно, я вангую, что будет отвратительный роллинг-шаттер, потому что, ну, это ж ридаут с матрицы 42 мегапикселей. Вы представляете себе, какой кошмар может произойти. Однако она также адекватно снимает и в Super 35, что на самом деле эквивалентно, ну, адекватным камерам типа Redo. У них матрица меньше, если вдруг вы не знали. Там, естественно, считывание происходит в 5К и потом уменьшается. Опять же, вангую, что, скорее всего, в этом режиме роллинг-шаттер будет чуть помягче. Скорее всего, не знаю. И про видео есть еще немножко маркетинга, который, опять же, никому из вас не нужен, но прикольно послушать о том, куда вообще движется техника, потому что, ну, видимо, Sony одна из немногих, кто забаривается на эту тему. HDR-контент – это как 4К-контент три года назад. Непонятно, зачем и кому он нужен, ни у кого его нету и так далее. А вот как раньше ни у кого не было 4К-телеков, сейчас, ну, давайте так, практически ни у кого нету HDR-телеков. Ну, скорее всего. Может быть, какой-нибудь есть HDR-смартфон у кого-то из вас. Но количество людей минимально. Sony говорит, что в эту камеру они вшили специальный профиль, который позволяет вам снимать HDR-видео и показывать его на телеке Sony, естественно, подключенный по USB Type-C к телеку от камеры, то есть, как бы, даже не нормальный файл, а именно вот камеру нужно подключить, и тогда вы можете посмотреть HDR-видос. Ну, да костыль, конечно, так себе, но в конце концов, если вдруг это в какой-то момент перерастет во что-то нормальное и человеческое, это очень круто. Естественно, сохранили S-Log, которого очень не хватало в A9, хотя кому не хватало, как будто бы это моя проблема. В общем, ну, говорят, что не хватало в A9 S-Logo, вот здесь он, естественно, есть, потому что он был раньше. Из новостей она не снимает 4K 60 FPS, она не снимает 10 бит. Sony, как дела? Panasonic давно уже сделал. Ну, окей, допустим. Плюс эта штука умеет снимать Full HD 120 кадров в секунду. Это, опять же, лучше, чем было раньше, но Sony, как дела? Panasonic сделал давно это уже еще лучше. Понятно, что у них меньше технических проблем за счет меньшей матрицы. Ну, или хрен знает, почему они это могут сделать, а вы нет. Ну, допустим. Что еще важно? Важно еще... Ну, они утверждают, что лучшая передача телесных тонов, неважно, антифлигер для подавления артефактов при искусственном свете, всяких мерцающих лап и так далее. Из важного. Два слота под карту памяти, две SD-шки. Одна ультраскоростная, вторая просто быстрая. Ну, окей, хотя бы так. А то, я помню, Canon 5D Mark III тоже было два слота карты памяти, но на самом деле рабочий был, по факту, только один, чтобы многие из вас не говорили. Естественно, встроенный Wi-Fi, улучшенное энергопотребление, вся херня, но очень важная штука, что они в тот же корпус, что и был раньше, вставили новую большую батарейку от Sony A9. Не очень понятно, что им мешало сделать то же самое, типа, три года назад, но окей, они до этого доросли, возможно, что-то там где-то сэкономили место. Теперь в ручку влезает большая батарейка, и напомню, что она в два раза больше, предыдущая. Ну, это хорошо, там, вместо часа видео, теперь будет два. Ну, можно пользоваться, наконец-то. Ну, и, естественно, большое преимущество заключается в том, что камеры Sony можно, в них можно воткнуть пауэрбанк, и все, ура, можно снимать бесконечно, она может заряжаться в тот момент, когда она работает. Это, на самом деле, решает огромное количество проблем, если вдруг вы в видяшник, просто берете риг, тейпом приматываете пауэрбанк, или ригуете его, втыкаете провод, и все, весь день поливаете, без каких-либо проблем, это хорошо. Умеют ли так другие камеры? Не знаю, если умеют, напишите об этом в комментариях. Кажется, про Sony все. Если вдруг я что-то забыл, или вдруг вы знаете какие-то новости, которые вышли в тот момент, когда мы последний раз посмотрели все новости про Sony, и начали записывать и монтировать этот выпуск, напишите об этом в комментариях, мы могли что-то упустить, будем вам признательны. Аллилуйя, стоит сказать еще два момента. Камера поступит в продажу в конце ноября этого года, осталось совсем чуть-чуть. Естественно, она конкурирует, ну, типа вот с этим сегментом, Nikon D850, Canon 5D Mark IV. И если, ну, как бы, 5D Mark IV еще есть какие-то вопросы к нему, то, ну, вот, тесное конкурирование с Nikon, оно, ну, достаточно интересно. Что из этого получится? Естественно, естественно. Все, кто снимает на Nikon, останутся снимать на Nikon, и все, кто снимает на Sony, останутся снимать на Sony, все, кто снимает на Canon, просто покрутят у виска, а все, кто снимает на Fuji, продолжат снимать на crop. Как и я. Ну, а мы можем двигать к другим новостям. Говоря про Nikon, который мы только что упомянули, есть важная и интересная новость для всех петербургских фотографов-никонистов, или просто хотящих послушать прикольную лекцию на халяву. Вроде же на халяву, да? Итак, есть праздник у Nikon, называется День рождения. Им тут 100 лет исполнилось, мы уже 50 раз об этом говорили, но вдруг вы и забыли. 28 октября в Петербурге, в пространстве ткачи, Nikon проведет бесплатное мероприятие Nikon Days. В презентации также будет новая камера D850, можно будет поснимать, потестить, вероятно, купить, я так подозреваю, ну, еще бесплатно почистить свою технику, ну, скорее всего, технику Nikon, я так подозреваю. Что интересно, на мероприятии будут 4 очень крутых человека, которые будут читать лекции. Это фотограф Марина Семенова, все хорошо, Мария Семенова, Олег Зотов, Сергей Максимишин и Артем Вендриевский, фамилию которого я однажды переврал в одном из новостных выпусков. Надеюсь, в общем, спасибо тебе большое за понимание. Они проведут мастер-классы по парусной, коммерческой, фэшн, репортажной и свадебной фотографии. Соответственно, мне кажется, что если вы в Петербурге, туда нужно идти обязательно. Это должно быть очень интересно, потому что каждый из спикеров прям огонь. Ну, хотя бы один из них вам точно должен запасть в душу. Надеюсь, что, может быть, мы там даже и увидимся. Можно переходить к следующей новости. Sigma выпустила объектив, ну, или там, типа, планирует выпустить 16 мм, 1.4 на MFT и на Sony E. Больше сказать об этом нечего. Ну, широкоугольный и светосильный прикольно. Очень мало фирм так делают. Sigma молодец. Можем двигать дальше. Adobe. Adobe вызывает у меня очень спорные чувства в последнее время. скорее негативные, чем позитивные. И вот еще одна причина, почему, короче, сейчас сами все узнаете. Итак, Adobe показала новый инструмент на конференции Adobe Max 2017. Называется инструмент Clock. Ну, типа, сейчас поймете. Он работает примерно как инструмент фотошопа контенту в Airfield, где вы просто вот что-то замазываете, оно само исчезает по мановению фотошопа, но только для видео. С его помощью можно удалить какие-то ненужные детали изображения, ваше делает выбрать объект или область на видео, которую хотите удалить. И, соответственно, система сама применит какие-то интеллектуальные алгоритмы и заполнит каждый кадр, представляя, что могло быть на их месте. Удалить из кадра можно, соответственно, неподвижные объекты, людей, какие-то движущиеся объекты на переднем плане, мелкие детали и так далее. На презентации ну, бывает, мне кажется, короче, мне кажется, что это полный фейл. Вот, я, конечно, ну, при всем уважении к Adobe, сейчас мы вам покажем потрясающую функцию. Вот, смотрите, в фотошопе это не работает, а я сейчас зайду в After Effects, и там все заработает. Что же я сделаю в After Effects? Я нарисую маску, а после этого, вы знаете, с этой маской я ничего не буду делать, потому что это, как бы, ну, экспериментальная функция, поэтому я открою консоль, на которой написаны какие-то буквы, которые вы не поймете, введу какую-то страшную команду, ну, и, короче, смотрите, магия, в After Effects ничего не произошло, и у меня сразу появилось видео, которое разбито на два кусочка до и после, и вот там вот все работает, смотрите, мы классные, мы Adobe, у нас все, все заштампилось, рабы сидите, тихо, не мешайте, вот, выклинапили, а на самом деле это алгоритм сделал. Блин, серьезно? Как, 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 как вам в голову вообще влезло то, что можно на конференции сначала начать, как бы, за здравие, а потом сказать, а вы знаете, этот алгоритм, он как бы еще разрабатывается, поэтому мы вам его не покажем, вот вам командная строка, там какие-то буквы бегут, а вот смотрите, финальный видос. Причем финальный видос не прям финальный видос, а прям два склеенных видоса. Я, конечно, верю, что есть признанший шанс, что эта техника реально работает, и что видосы не подготовлены, но помню даже презентацию гребаного первого айфона, Adobe. У меня нет слов, честно. Короче, давайте просто дальше, иначе я начну ругаться матом. А я слышал, что вы это очень не любите. Есть одна позитивная штука, мелочь, 40 баксов стоит, но прикольно, прикольно. Если вдруг вы решили обновиться до нового айфона, и у вас там беспроводная зарядка, или у вас какой-нибудь андроид, где тоже есть беспроводная зарядка, и вы фотограф, или вы хотите сделать подарок фотографу, то в продаже к концу ноября компания LightPixel Lab выпустит беспроводное зарядное устройство для смартфона в виде 40-миллиметрового объектива. Мне кажется, это прикольно. Зарядка выглядит в точности как фототехника, можно, в общем, местами перепутать, правда, из нее провод торчит, поэтому, ну, в общем, понятно. Телефон кладется сверху, логично. Когда вы кладете, он издает такой звук сначала, как будто он фокусируется, а потом, как бы, ну, типа, щелчок затвора. Абсолютно бесполезная херня, но мне кажется, что она может принести, ну, в общем, какую-то радость каким-то фотографам, может быть, даже интересно. Если вы думаете над подарком, ну, вот подумайте, на Новый год может зайти, тем более стоит достаточно дешево, а на айфон кто-то уже обновился. Наверняка. Если, кстати, вдруг у вас Android с нормальной беспроводной зарядкой, то эта штука поддерживает еще и быструю зарядку, что тоже очень хорошо. Ну, и можно переходить к сладенькому. Длинный выпуск у нас получился, поэтому закончить его хочется чем-нибудь таким душевным. Вот есть ролик такой, патриотический, сквозь тидзю. Посмотрите его. Надеюсь, вам понравится. Если у вас есть какие-то предложения, пожелания, пишите их в комментарии. Я желаю вам приятного просмотра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова